Да, в общем у нас на дворе с тобой 4 мая, 4 мая, четверг, прям ух ты как, да, здравствуй Сережа, добрый день, у нас традиционная запись, обзор, разбор разведданных, о чем сегодня будем говорить? Здравствуйте дорогие друзья, очередной выпуск разведданных, сегодня мы коснемся событий, которые произошли буквально двумя неделями ранее и не смог не оставить без внимания такую вещь, как передача Соловьева и в гостях многоуважаемый товарищ Проханов огласил, что созревает 4 русский проект, проект построенный на прокламации божественной справедливости. Идея божественной справедливости глубинно русская, эта божественная справедливость прослеживается от русских сказок до сегодняшних метаний. И когда этот проект будет сформулирован абсолютно русским языком, русскими теоретиками, русскими формулами, он повлечет за собой трансформацию институтов. В этом строе божественной справедливости будут другие суды, другие институты. Сегодня происходит тотальное воздействие на государство российское. От нападения известных спикеров на коп, терактов в метро, иностранного шпионажа, попыток на патриотических лозунгах совершить революцию, а потом перехватить управление и превратить зараздавшуюся великую страну в колонию Запада, помешать развитию божественной концепции. Ну это же не слова про Ханова. Это я немножко добавил, но он говорил об этом, он же не может развернуть. Он же ярый противник коп на самом деле, и он не мог сказать от нападок на коп, ну просто так. Он еще говорил о шести приоритетах. Да ну. Да, ты же знаешь, есть логика намерений, есть логика обстоятельств. У нас ни один политик не может высказаться за коп, чисто теоретически, потому что он находится в логике обстоятельств определенных. Но то, что он говорит здесь, это исключительно концептуальная терминология. А какие шесть приоритетов, и как он их обозвал? Сейчас, ну он их обозвал по-другому, но один в один, там, ну практически с другими словами сказал, более либеральными, более, скажем так, обтекаемыми, но тем не менее. Помешать идее божественной справедливости позволит нам разбудить в народе коды, которые были засорены, замусорены после 91-го года. А в 91-м году появилась мертвая вода, которая в себе несла информацию о достаточно общей теории управления. И вот прям его словами говорю. Ему Соловьев ответил, все понятно, очень понятно. А он объясняет дальше. Мертвая вода была сформирована в феврале-июне, вернее, это я написал. Мертвая вода была сформирована в феврале-июне 91-го года, как выжимка из наших предшествующих рабочих материалов. А это, говорит Проханов, вместе с этим русская цивилизация прошла путь от нуля до присоединения Крыма с 91-го года. Благодаря какой-то концепции, да? Она же не просто так прошла. Если бы она шла под воздействием либеральных кланов, она бы никуда не дошла, естественно. Но когда у нее в 91-м году родилась методология под названием «достаточно общая теория управления», она смогла с 91-го года... Я бы с тобой не спорил, но я в данном случае это воспринимаю как твоё бы пожелание, что это концепция. Но Екатерина присоединяла территории даже без концепции. Конечно, другая была ситуация. У русского престола сакрального, да, всё равно есть тяга к объединению всех русских территорий. А вообще-то вся планета — это и есть русские территории. Но интересно, что там Проханов дальше сказал. Вместе с этим русская цивилизация прошла путь от нуля до присоединения Крыма. И когда кончится пир, мы будем сражаться на всех шести приоритетах. И Россия выпадет в очередной раз доля гигантских исторических испытаний. Мы взяли ее на себя сознательно, а может потому, что эту задачу нам поставил Творец. А Творец не дает испытаний, которые человек, а тем более народ не может пройти и победить. Творец не обрекает на гибель и поражение того, кто выполняет его миссию. Я расшифровал слова Проханова. То есть мы обречены победить и обречены победить при помощи достаточно общей теории управления. А мы можем ссылочку на это выступление Проханова в подпись к ролику, чтобы я сделал? Значит, но для этого людям придется духовно мобилизоваться. Кончились времена танцев, пива, бессмысленных ток-шоу. Мы должны быть серьезными. У нас должны измениться взгляды. Проханов приводит пример писателя Юрия Васильевича Бондарева, который прошел серьезное испытание. И он говорит о том, что он мало улыбался, когда видел особенно балл сатаны, то есть все мракобесие, которое вокруг происходит, то, что нам устроили средства массовой информации. У него всегда был серьезный взгляд. Он просверливал и перезирал все окружающее его, всю коросту, которая вокруг. То есть произойдут какие-то события, которые вот эту всю коросту обозначат, и дальше русская цивилизация пойдет совершенно другим путем. И, несомненно, мы еще нашли еще более подтверждения о том, что происходит. То есть мы сейчас коснемся статуи Рамзеса II, Псаметиха I, которые в прошлой программе коснулись. То есть народ так и не выявил. Мы обычно отслеживаем по комментариям, что происходит. Но увидели, что не совсем поняли предыдущие разведданные. И нам придется быть сосредоточенными, серьезными русскими воинами, которые будут понимать достаточно общую теорию управления и уметь видеть, управлять и пользоваться шестью приоритетами управления. Ну, во-первых, чего начали понимать структуры, которые на сегодняшний день являются держателями средств массовой информации, всех спикеров и прочих процессов. Они начали понимать, что достаточно общая теория управления стала попадать в структуры Министерства обороны Российской Федерации, в ведущие вузы страны, достаточно общая теория управления. Даже не то, чтобы попадать, а открыто уже ей пользуются. То есть они уже начинают видеть терминологию, которой пользуются Владимир Владимирович Шойгу. Информационные войска. Она уже просочилась через институты средств массовой информации. В программе у Соловьева. То есть процессы идут очень серьезно. И вот как на это на все... Ну, что это означает для этого явления, которое называется троцкизм на сегодняшний день? Это означает то, что в народе появилась методология, которая наиболее полно может описать процессы, происходящие в мироздании, и, соответственно, найти выходы из сложившейся ситуации. То есть и любой спикер, который на сегодняшний день, либо структура, которая выявляет вот эту терминологию в обществе, она, естественно, активизируется, понимая, что народ начинает умнеть, что достаточно общая теория начинает попадать в психику молодежи, в институты, в органы государственной власти. Ну, а для нас это означает, во-вторых, что нас неминуемо ждет человечность, человечный строй психики. То есть нам надо будет строить божественную справедливость, о которой говорил Проханов, который, ты говоришь, не признает концепцию общественной безопасности. Движемся дальше. В подтверждение изображения Ломоносова войдет в книгу рекордов Гиннеса. В московской ломоносовской школе собрали гигантскую мозаику изображения великого русского ученого Михаила Ломоносова. В конце прошлого года мы отмечали 305 лет со дня рождения Михаила Ломоносова, а на минувших выходных проводили День Земли. И среди прочих мероприятий решили создать мозаику с изображением человека, в честь которого названа наша школа. Не случайно площадь мозаики 305 квадратных метров. Состоит она более чем из 332 тысяч частиц. На каждой написаны учебные понятия на разных языках, рассказал корреспондент и научный руководитель Ломоносовой школы Марат Зиганов. После Дня Земли мозаику разобрали, соберут ее заново перед визитом комиссии. То есть она пытается попасть в книгу рекордов Гиннеса, но обрати внимание, чего добивается вообще достаточно общая теория управления, как явление в психике. Она добивается искоренения калейдоскопичного мировоззрения, клипового сознания и приведения психики в мозаичное мышление, к мозаичному мировоззрению. И вот это событие, которое произошло в Московском университете, которое собрало мозаику, причем выдающегося русского ученого, который босиком зимой ходил в школу, мозаику на втором смысловом ряду, это означает очень глубокий процесс, который происходит сегодня в обществе, причем в эгрегориальном матричном управлении прежде всего. Так, например, 300-летие Ломоносова в 2011 году отмечали путешествием учеников школы с импровизированным рыбным обозом из Холмогор в Москву, то есть из родины Ломоносова в Москву. То есть мы уже тренируемся, то есть мы уже эти коды будем давно, мы их будем, эти коды. И уже осталось совсем чуть-чуть, чтобы они уже проснулись на уровне мышления молодежи прежде всего. Как известно, в декабре 1730 года Михаил Ломоносов отправился в Москву, а в январе 1731 года поступил на учебу в славяно-греко-латинскую академию. Впоследствии плодотворно работал в области физики, химии, термодинамики, астрономии, геологии, металлургии, филологии, складывал мозаичные портреты. В частности, известен портрет Петра I 1754 года, хранящийся в Эрмитаже. Для человека, понимающего достаточно общую теорию управления, не секрет, что сегодня управление происходит в ручном режиме. То есть, грубо говоря, такое явление, как глобальная предикция, изменило свое состояние. И сегодня структуры, которые осуществляли прогностику на долгие десятки, а то и сотни лет, они работают практически в онлайн-режиме. То есть, они подматывают за мирозданием вот эти хвосты, которые задает темп биосфера Земли. И выявляют потребности биосферы, ноосферы, и оказывают воздействие на систему управления, вызывая при этом какие-то действия человечества в целом. То есть, какая-то реакция должна быть для мироздания. Но и сама биосфера Земли оказывает большое влияние на российское общество прежде всего. То есть, управление — это прежде всего предвидение. И вот давайте представим себе, что есть глобальный предиктор, и он рулит процессами. И чем больше его адекватность, тем больше он должен понимать будущее территории, которую управляет. Если он будет находиться в иллюзии, он будет ошибаться. Соответственно, сегодня в текущей ситуации он просто обязан устраивать такие явления, как час Земли, с выключением помех, шума, света, день Земли, для того, чтобы все больше и качественнее снимать вектор состояния среды, в котором находится общество, для того, чтобы качественно рулить им. Но тем не менее, он не может попрепятствовать тому, что сегодня происходит в среде, прежде всего в России. То есть, мы движемся к качественно другому виду связи, мы движемся к качественно другому виду управления, причем именно применяя достаточно общую теорию управления. Теперь можем коснуться немножко новостей, которые мы обсуждали в прошлом выпуске. События в Египте. Вот, если посмотреть предыдущий выпуск, там мы вспомним, что в Египте нашли статуи. Сначала объявили, что это Рамзес II, после этого объявили, что это Псаметих I. Их достоинства мы обсуждать уже не будем, мы говорили в прошлой передаче. Мы в двух словах, скажем, долгожители, успехи государственности, военки, значит, укрепление власти, ослабление всяких там клановых групп. Это при Псаметихе I. Но тем не менее, потом Министерство археологии указало на то, что нашли в склепе Аминхотепа III бюст, вернее, мумию Тие, женщина, которая была его супругой, и Тутанхамона. Вот это родители Эхнатона III, Эхнатона, реформатора, фараона-реформатора, который изменил культ Амона и ввел культ Атона. Поменял столицу, в общем, очень серьезно нанес урон жреческому управлению. Но тем не менее, обрати внимание, что показывает глобальная кредикция? Она показывает то, что эти процессы она контролировать более не может. И в склепе сановника городского судей города Фивы было найдено шесть мумий, что на символном языке показывает, что шесть детей, потомки концепции единобожия, которые пропагандировал всяческий Эхнатон, они будут возрождены. И после этого были сообщения о том, что в Воронеже будет показан бюст, копия Нефертити с одним глазом. Мы сейчас коснемся более детальной информации об этом. О том, что в Воронеже приедет статуя Нефертити с одним глазом, очень показательно. Нефертити, нефер, неферу, атом, что означает прекрасное совершенство солнечного диска, главная супруга древнеегипетского фараона династии Эхнатона, время правления которого ознамевалось религиозной реформой утверждением единобожия. Более 30-ти столетий Эхнатона и Нефертити не упоминались даже в легендах. Их имена были стерты с монументов, их статуи лишились лиц, их город сравнялись с землей. Но расшифровывая древние манускрипты, ученые нашли упоминание о фараоне, пророке и королеве, чью красоту невозможно было описать. Слова Эхнатона очень символичны. До наших дней дошло любовное письмо Эхнатона, написанное фараоном своей супруги. «Любовь моя, королева юга и севера, возлюбленная моя Нефертити, я бы хотел, чтобы ты жила вечно». То есть та, которая родила народ, которая законсервировала жречество в виде шести мумий в склепе городского суди города Филы. Скажи, понятно, что говорю, да? Понятно, да? «Египетские жрецы знали, что спустя тысячелетия положение звезд на небе будет таким же, как и во времена фараонов. Они верили, что в Великую Египетскую пирамиду перенесут мумию Нефертити в пустую глазницу, у нее пустой левый глаз, очень знаковая вещь. Ее скульптурного изображения будет ставлен второй сверкающий глаз, и прошедшая суд осеется очищенная душа Нефертити посредством луча света от звезды Сириус, направленного через тоннель Великой Египетской пирамиды, вернется в тело Нефертити, в камере царицы, и царица Нефертити возродится». Вот такая вот показательная история. Одно из предположений исходит из древнеегипетской мифологии, когда в глазницу скульптурного изображения вставляют второй глаз. Это уже не изображение, а душа, переселившаяся в иной мир. И вторая гипотеза, отсутствие зрачка в одном из глаз Нефертити связана с религиозными верованиями древних фараонов в их будущее возрождение. То есть происходят процессы, которые уже не остановить. Глобальный предиктор это понимает. И вот просматривается, конечно, здесь еще работа информационных войск. Ты помнишь, да, что у нас в этом направлении активно работает Министерство обороны, используя знания, достаточно общей теории управления, в том числе, потому что другая теория или методология не способна выявить в этих вот процессах, о которых я говорю, какое-то управление. Потому что для другой теории управления, для других наук, которые позволяют управлять государством, не существует вот этой вот власти шреческой, которая работает на первых трех приоритетах. Ну, ты это прекрасно знаешь. Идем дальше. Что ожидает Арабский Восток? То развитие событий и те изменения, которые в наше время наблюдает весь мир и арабский мир, в частности, представляются крайне опасными для арабской нации и исламской умы. Причиной тому колониальное устремление со стороны Америки и других стран в отношении арабского мира, в котором страны Запада уже ведут подготовку, мобилизуют армии, разжигают военные конфликты и ведут информационную войну. Они последовательно проводят свою колониальную политику, применяя принцип «разделяя властвы» и странам арабского мира, его народам и народам других мусульманских стран. Пишет об этом газета Ливана. В настоящее время арабский мир переживает лихорадочные столкновения и кровавую борьбу, в которой виднеются змеиные головы Саудовской Аравии, Америки и Израиля. А мы помним, что одна из главных святынь мусульман находится в Саудовской Аравии. И вот пресса арабских стран уже потихонечку начала подготавливать базу для того, чтобы Саудовскую Аравию окрестить страной, которая помогает всяческие там столкновения какие-то организовывать, кровавые события и так далее, для того, чтобы потом спровоцировать движение мусульман на Европу, то есть знаменитый халифат. Значит, чего делают Папы Римские, Лавровы и прочие структуры на сегодняшний день в Египте? Они пытаются сделать так, чтобы Турция всячески не договорилась с Евросоюзом касательно признание Турции для Евросоюза. Иначе тогда вся вот эта вот толпа после разрушения в Саудовской Аравии Мекки она хлынет на Россию. Сейчас всячески пытаются, во-первых, этот конфликт замять там, либо, на крайний случай, пропустить его через Турцию в Европу. Собственно говоря, события, которые сегодня в информационной среде начинают появляться, говорят о том, что глобальный предиктор показывает, что эти события должны быть в Европе. Мы не раз уже об этом говорили. Вот, допустим, о том, что эпидемия кори, Роспотребнадзор предупредил об эпидемии кори в Европе. Это достаточно серьезная болезнь и перечислены страны, которые обратились, и уже более 4 тысяч пациентов больны. Австрия, Румыния, Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Португалия, Исландия, Испания и Швейцария. То есть список достаточно большой. Движемся дальше. Эрдоган. Турция пересмотрит свою позицию по вступлению в Европейский Союз. Это то, о чем мы говорили. Сейчас идет борьба за Турцию, за коридор, который либо пустит поток беженцев в Европу, либо остановит его. То есть в Европе надо, чтобы его остановить, чтобы Турция его не пустила, чтобы он пошел в другую сторону. России надо конфликт замять, на территории арабских стран, либо на крайний случай пустить его через Турцию. То есть если не получится, это будет для России вектор ошибки. Россия сейчас всячески пытается его законсервировать. Туда ездит Папа Римский, туда ездит Лавров с миссиями действительно святыми. То есть пытаются христиан и мусульман примирить. На сегодняшний день западные спецслужбы творят там уже беспредел, совершая именно вот столкновение христиан и мусульман. То есть вырезаются уже целые семьи, города и так далее. Но, собственно говоря, новостная лента уже об этом говорит достаточно долго и серьезно. Анкара пересмотрит свою позицию относительно возможного членства в Европейском Союзе, так как Брюссель затягивает переговоры по данному вопросу. А некоторые европейские страны и вовсе враждебно относятся к Турции. «Если они не действуют искренне, мы должны найти путь назад. Почему мы должны стремиться к этому и далее? Мы ведем переговоры уже 54 года», сказал об этом Реджеп Таир Эрдоган. Великобритания спросила свой народ и они проголосовали за выход из ЕС. Теперь они со спокойствием и уверенностью двигаются в новое будущее. Это было и в Норвегии. То же самое может произойти и в Турции. Шантажирует Европу и Эрдоган. После Эрдогана Папа Римский тоже соотнес Европу с нацизмом. В прошлой передаче мы касались того, что в Европе уничтожаются христианские святыни, рушатся церкви для того, чтобы не соответствовать помощь, что готовится битва конца, когда она будет неизвестна, но тем не менее вот такой вот люфт, маневр уже элиты делают для того, чтобы сохранить свои территории. После Эрдогана Папа Римский тоже соотнес Европу с нацизмом, когда Папа Франциско судил соглашение, заключенное ЕС Турции и Ливии под обувь лагеря для беженцев в Европе концентрационным лагерям нацистов. Это был камень, брошенный в огород тех, кто ранее бурно возмутился словам президента Эрдогана о том, что происходящее в некоторых странах Европы напоминает нацизм. То есть на втором символном языке показывается территория, где надо наводить порядок, где надо наводить справедливость. И если мы сейчас предполагаем, что конфликты в арабских странах будут усиливаться, гайки будут закручиваться, и мы сохраним разорванные отношения с Турцией, в Евросоюз, то поток беженцев пойдет туда. Либо он спокойно существовать, народ будет на территории арабских стран. Российская Федерация, Иран и Турция достигли консенсуса по зонам деэскалации в Сирии. Астана 4 мая, а мы знаем, что туда уже приехал представитель США, Вашингтон, то есть уже признали. Никуда не денутся, потому что Астана это продукт, который выбран глобальным предиктором для будущего своего центра, во всяком случае оглашение управленческой информации. Россия, Иран и Турция достигли консенсуса по пунктам меморандума о зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщил источник, вести порядок, а не просто спровоцировать и себя отгородить от беженцев. Беспорядка все равно она будет поздно друг замкнется, все равно совершенно верно. И мы всегда об этом с тобой говорили, вспомним, мы каждую передачу говорим о том, что что бы они делали, глобальный предиктор все равно найдет методы для того, чтобы прошатать. И нанесение удара Трампом по сирийской военной базе ни с того, ни с сего, это очередное доказательство того, что глобальный предиктор может надавить на какую-либо структуру, которая все-таки сделает то, что надо. Даже если Россия будет вести себя как-то вот так, как она ведет себя сейчас. Ну там много глушин, смешок, конечно. Много, но тем не менее. Да, мы сейчас говорим именно о потоке беженцев. Вот Роспотребнадзор предупредил об эпидемии кори в Европе. То есть 4 тысячи человек, более 4 тысячи человек, это уже достаточно серьезно. И в Румынии, Италии сообщалось о летальных исходах. А мы помним на фресках аэропорта Денвер. Там именно говорится о том, что сокращать население будут при помощи различных эпидемий, вирусов. Ну что войны это очень дорого. Побрязгают, полязгают оружием. Но тем не менее все вот эти процессы они будут происходить таким образом. Но не в России. Задача же на сегодняшний день России все эти конфликты заморозить. Что она и делает. Кабмин опубликовал отчет о выполнении майских указов президента. Документ касается 11 направлений экономической, социальной, оборонной и государственной политики. То есть начали шевелиться по вот этим знаменитым невыполненным указам Владимира Владимировича. Совершенно верю. Тоже вот эти процессы они просматриваются. Закончим мы двумя событиями, которые на мой взгляд очень интересны. В МЖД опровергли обрушение платформы на Курском вокзале в Москве. Информация в СМИ и социальных сетях о том, что в зоне пригородных поездов Горьковского направления МЖД на Курском вокзале якобы произошло обрушение платформы не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе МЖД. Работы проходят в несколько этапов. Вчера был произведен частичный демонтаж края платформы, который в дальнейшем будет забетонирован. То есть проект по Хазарскому Каганату забетонирован российскими властями. Ты помнишь, мы готовили анализ, они хотели начинать его с Курска. Обрушилась Курская платформа. В дальнейшем будет забетонирован. Это обычная технология, используемая при ремонте платформ. Пояснили в пресс-службе. Начало движения по восстановлению Каганата Хазарского. Мы это обсуждали? Да, мы это обсуждали. У нас был анализ о том, что икона приехала из Нью-Йорка в Курск. И там очень много можно найти эту информацию, мы не будем предоставить, она очень большая. Я могу еще и скинуть анализ сам, если кому интересно. Косвенно там упоминаются смысловой ряд мультика «Я домашний козел 2», что вся сионистская братья выдвигается в Курск. Икона простояла в Нью-Йорке большое количество лет. Я уже там не помню всех нюансов, но вот буквально мы вчера ее о ней разговаривали. Это связано с приездом на Курск. Да. Но обрушение и бетонирование, то есть действие противопротивления. Да, то есть совершенно верно какие-то структуры, вот я что хочу сказать, что управление на самом деле оно происходит во втором смысловом ряду. То есть оно не происходит в прямом тексте для того, чтобы народ его как-то выводил на уровень понимания. Но происходит вот примерно так. То есть обрушился Курская платформа, вернее на Курском вокзале произошло обрушение платформы. Нет, вы ошиблись. Обрушение платформы не произошло. Это плановые работы. Мы все контролируем. Мы его бетонируем в дальнейшем. Бетонируем. То есть все без вариантов. И дальше мы там добавляем о том, что срезанный край платформы не создает угрозу безопасности движения поездов и пассажиров, поскольку двери электропоездов не попадают в зону этого срез. Для простого народа никто ничего не понял. Для посвященных лиц идет просто беседа. Спрашивают разрешение, можно ли начинать конфликт в Курске или нельзя его начинать? Нет, нельзя. И мы вам не разрешаем. Ну ладно. То есть понял. Идет вот такой вот диалог. И очень интересное сообщение, на котором мы закончим. В России может появиться аналог грин-карты. Минкомсвязь предлагает ввести с 2019 года российский аналог грин-карты, который позволит высококвалифицированным иностранцам российского происхождения въезжать в Россию и работать на ее территории. Такие планы описаны в проекте программы «Цифровая экономика», который подготовлен Минкомсвязи. То есть к чему это сообщение? Оно говорит о том, что буквально в ближайшие несколько лет наступит такое время, когда все будут с территории Европы бежать сюда и пытаться работать в России. И подготавливается юридическая база для того, чтобы соответствовать новому течению времени. Территория России единственная страна, в которой будет покой. И для того, чтобы не допустить хаоса, беготни и так далее, мы начинаем уже предпринимать вот эти вот меры. То есть это все вписано в управление глобального предиктора. К сожалению. Но тем не менее, есть шансы у нас к 2037-35-37 году добиться того, что достаточно общая теория управления полностью войдет на уровень государственности. То есть у нас вся государственность России должна к 2035-37 году использовать такую науку, как достаточно общую теорию управления. Потому что это единственная методология, которая позволяет сегодня решать вопросы, с которыми сталкивается современная цивилизация, в том числе биосферного характера. Так что, дорогие друзья, занимайтесь достаточно общей теорией управления, изучайте ее, пытайтесь понять, анализируйте. С вами были разведданные. До свидания. Всего хорошего. До следующих встреч.